Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 7 октября. Страдания святых мучеников Сергия и Вакха. Святые мученики Сергий и Вакх, римляне по происхождению, были знатными сановниками и первыми из вельмож при дворе царя Максимиана. Царь очень любил и уважал их за благоразумные советы на собраниях, за их храбрость на войне и за их верность к службе. И редко кто мог обратиться к царю с просьбой иначе, как только через этих его вернейших советников. Они были в такой милости у него, как никто иной. Однако Сергий и Вакх искали милости не столько у царя земного, сколько у царя небесного, потому что они веровали в Господа нашего Иисуса Христа, старались угодить Ему своей жизнью и усердно служили Ему. Но из-за страха перед царем они до времени скрывали свою веру во Христа, ибо Максимиан относился к христианам с безмерной ненавистью и неукротимой яростью. Недолго свет веры Христовой, однако, скрыт в них был под спудом и скоро для всех открылся явно. Некоторые завидуют в высоком положении царской к ним любви, и желая навлечь на них ненависть и гнев царя, донесли ему, что Сергий и Вакх христиане, и что они отказываются от поклонения идолам. Максимиан не хотел верить, чтобы люди, пользовавшись таким его расположением, не согласны были с ним в почитании богов, и стыдился спросить их об этом или обличить, не зная еще того достоверно. Однако он решил испытать их следующим образом. Однажды он назначил в честь своих богов празднество и отправился со всеми князьями и сановниками, с воинами и слугами, окруженный всем своим царским величием, в храм главного бога Зевса. Это Зевс или Юпитер, греко-римский бог, почитавшийся изыскниками, властителем неба и земли, отцом всех богов и людей. Что привезти ему там торжественную жертву. При этом он внимательно наблюдал, войдут ли с ним в годовский храм его любимой ведьможи, Сергий и Вакх. Но когда царь вошел в храм, рабы Христовы остались вне его и не вошли с царем в мерзкое капище. Остановившись вдалеке, они молились истинному богу, прося его, да просветит он скрипоту омраченных очей нечистилого того народа, и да прославит через них пресвятое имя свое. Царь же, видя, что Сергий и Вакх не вошли с ним на торжество, послал слуг взять их и силой привезти во храм. Когда святые были введены на это богопротивное собрание, Максимиан приказал, чтобы они вместе с ним, поклонили Исидовам, принесли жертву и вкусили бы от его жертвенных приношений. Но Сергий и Вакх не хотели исполнить этого царского приказания. Мы ими, говорили они, Бога на небе, Бога не ложного и не бесчувственного, как бесчувственны ваши идолы, но истинного и живого, содержащего в своей власти весь мир, и ему поклоняемся. И они начали обличать царя за его зловерие, что он честь, подобающую единому Богу, воздает идолам, слепым, глухим и немым. Тогда царь, разгневавшись, велел снять с них все отличия их воинского сана, и воинские поясы, и золотые гривны, и перцы, и все одежды, и для поругания одеть их в женскую нижнюю одежду, и возложить на шеи их железные обручи. В этом виде святых стали водить по городу, дабы таким образом стысловные и знатные вельможи римские всем народам были поруганы и осмеяны за почитание единого истинного Бога и поношение ложных языческих богов, или, лучше сказать, самих бесов, коим не захотели принести жертвы эти рабы Божии, уже принесшие себя в жертву Христу. По окончании богопротивных жертвоприношений Максимиан возвратился в свои палаты и, сжалившись над Сергием и Ваксом, так как очень их любил, призвал их к себе и сказал «И оставьте вы этого Сина Тектонова, Сына Плотника, кои евреи, как злодея, повесили на кресте со злодеями, и не увлекайтесь христианскими баснями и волхвованиями. Обратитесь снова к нашим великим богам, и я вам окажу еще большую честь и еще большую милость мою к вам, и дайте вы пользуясь моей любовью и нераздельно со мной наслаждаться всеми благами моего царства». Но Сергий и Ивак, не желая ради царской любви опасть от любви Божией и ради временных благ лишиться вечных, не послушали старя. Исполненные благодать и Духа Святого, они дерзновенно и убедительно стали доказывать царю все бессилие его ложных богов, смело исповедовали перед ним могущество и божество Иисуса Христа, и советовали царю самому познать эту небесную истину. И счастливый царь, все такое было ожесточено, разум же ослеплен, не принял их доброго совета, и, напротив, воспламенился еще большим гневом и яростью. По любви своей к ним, не желая сам предать их мукам, он отослал их к восточному егемону Антиоху. Этот человек был жестоким гонителем и мучителем христиан. Егемонского русана он достиг через ходатайство Серьги и Вахха перед царем, и после того был отправлен на восток. К этому егемону теперь и были отправлены святые. Царь думал, что они устрашатся его лютости, молва о которой разнеслась по всей империи. И в то же время постыдятся быть во власти того, кто прежде был почти рабом их, и таким образом из-за страха и стыда отрекуются от Христа. Но если бы этого и не случилось, то царю, во всяком случае, более было бы желательно, чтобы они были замучены в дальние местности, чем у него на глазах. И вот святых в околах повели из Рима. По прошествии целого дня пути воины, сопровождавшие их, остановились на ночлег в гостинице. Здесь в полночь, когда воины, которые их вели, крепко спали, Серьги и Вах встали на молитву и начали просить у Бога силы, мужественно претерпеть все предстоявшие им страдания. Когда они молились, им явился ангел Господень, осеивая их небесным светом и укрепляясь следующими словами. «Держайте, рабы Христовы, и как добрые воины, вооружитесь на дьявола, вы его скоро победите». После этих слов ангел стал невидим. Сергий и Вах, исполнившись неизвеченной радости, стали восстановить хвалу Господу, благоволившему посетить рабов своих таким ангельским явлением. В продолжении всего своего далекого пути на восток, святые мученики проводили время в молитве и псалмопении. И таким образом вооружились еще более на невидимых духов злобы. Втроя многие города и селения, они наконец дошли до восточного города Барвалисса, где в то время находился егемон Антиох, которому воины и отдали приведенных узников. Вместе с царской грамотой такого содержания. Максимиан, вечный царь Антиоху и егемона страны Восточной, радуйся. Боги наши не допускают ни одному человеку, особенно поборникам и слугам царства нашего, быть людьми злочистивыми и не участвующими в жертвоприношениях им. Посему мы осудили Сергия и Вакха, и как последователи злочистивой христианской веры, сочли их заслуживающими смертной казни. Но так как они не достойны принять наказание от самого царя, то мы прислали их к тебе. Если они, раскаившись, послушают нас и принесут жертву богам, то окажи им снисходительность и освободи от назначенных мук. При всем обещай, что и мы будем к ним милостивы, и что каждый из них получит прежнее свое достоинство и заслужит от нас благосклонность большей прежней. Если же они не будут повиноваться и останутся в прежней злочистивой вере, то предай их заслуженным мукам и осуди нас смерть через усекновение мечом. В надежде долгой жизни будь здрав. Прочтя царство и грамоту, Антиоф приказал заключить Сергия Ивахха до утра под стражу. Утром же, войдя в приторию, высшее судебное место в центральных городах Римской провинции, и дела решались наместниками римских императоров, то есть вегемонами или правителями нескольких провинций, он сел на судебское место и, поставив перед собой святых мучеников, стал так говорить им. Отцы и благодетели мои, исходатайствовавшие мне сей сан, виновники настоящей моей славы, как изменилось ваше положение! Ныне я сижу перед вами как судья, вы же связанные узники, стоите передо мною, вы, которым я прежде предстоял как слуга. Молю вас, не причиняйте себе такого зла. Послушайте царя и принесите жертву богам, и вы снова получите ваш прежний сан, и снова будете почтены славою. Если же вы всего не сделаете, то я, вопреки даже своей воле, должен буду муками принудить вас к исполнению этого царского повеления. Ведь вы сами слышали, что мне приказывает царь в своем послании. Посему, господа мои, будьте милосердны сами к себе, а также и ко мне, ибо я вовсе не желал бы для вас, благодетелей моих, быть жестоким мучителем. Святые отвечали ему, «Напрасно ты хочешь речи своей престить нас, для ищущих небесной жизни, и честь, и бесчестие, и жизни и смерть, решительно и безразличны. Нам, жизнь и Христос, а смерть приобретение». И многое другое говорили Сергий Ивак, укоряя и обличая его служение безбожьей нечестивых. После этого Антиох, разгневавшись, повелел посадить святого Сергия в темницу, а Вакха, обнаживший и разложивший на земле, бить беспощадно. Святого били по всему телу столь долгое время, что даже слуги, бившие его, изнемогая от усталости, чередовались друг с другом. От этих побоев тело святого мученика как бы отпало от костей, и кровь из него лилась, как вода. Среди таких мучений святой Вакх предал душу свою в руки Господу. Тело Христова страдавца Антиоста велел вынести из города и бросить его где-нибудь подальше на сиденье с зверям и птицам. Но Господь сохранил кости его. Некоторые из христиан, скрывавшихся из-за страха к идулослужителям вне города, в пещерах и оврагах, ночью вышли из своих убежищ, взяли тело святого и в честью погребли его в одной из тех пещер, в коей прятались сами. Сергий, сидя в темнице, и усыхал о кончине друга своего, сильно опечалился и долго скорбел о разлуке с ним. «Увы, не брат мой ваг», — повторял он неоднократно, «теперь нам с тобой нельзя уже воспеть, что добро или что прекрасно, как жить братьям вместе». «Осталось ты меня одного». В то время, как святой Сергий так сетовал, следующий же ночь селился ему во сне святой ваг с ликом ангельским, в блиставшей небесным светом одежде. Он стал утешать его, возвеся ему об уготованном для них на небе воздаянии, и укрепил его к предстоящему вскоре мученическому подвигу, за который он получит у Христа Господа великую милость и дерзновение. После этого явления Сергий исполнился радости и в веселье сердца стал воспевать Господа. Вскоре Егимон, отправляясь в другой город, называемый Сура, приказал вести за собой и Сергия. Там, все на судейском месте, он стал так говорить святому. Нечестивый человек по имени Вакш не захотел принести жертву богам и согласился лучше умереть на сейственной смерти, нежели почтить их. И вот он принял казнь, достойную по делам своим. Но ты, Сергий, зачем прельчаешься с ним безбожным мучением и подвергаешь себя столь великому злоключению? Благодетель мой, не предавай себя мучению, и остыжи своих прежних ко мне благодеяния и твоего сана. Ведь ты стоишь передо мной, как осужденный, а я, сидя, произвожу над тобой и суд. Некогда человек незначительный, я ныне, благодаря твоему ходатайству перед царем, превознесен великим саном и теперь уже выше тебя. Но ты, испросивши у царя, так много и столь многим добра, теперь сам себе желаешь зла. Молю тебя, послушай моего совета, исполни царское повеление, принеси жертву богам, и ты будешь возведен в прежние саны и удостоен прежней славы. Святой Сергий отвечал ему, Временная честь и слава служит нас, за временным забесчестием следует вечная слава, и для меня это земное бесчестие ничто, а временной славы я не ищу, ибо надеюсь быть удостоенным от спасителя моего истинной и вечной чести в небесной славе. Ты вспоминаешь мои прежние тебе благодеяния, что я у земного царя исходатывал столь великий сам, теперь же говорю тебе, послушай меня, и познав истину, отвергни своих ложных богов и поклонись вместе со мной небесному богу и царю веков, и я обещаю исходатайствовать у него для тебя и все более благ, нежели у Максимиана. Тогда Антиох, убедившись, что не в силах отвратить его от Христа и заставить подчиниться царской воле, сказал, ты заставляешь меня, Сергий, забыть все твои благодеяния и предать тебя лютым мукам. Сергий отвечал, делай, что хочешь. Я имею помощникам Христа, который некогда сказал, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. Вот и ты теперь имеешь власть над моим телом, чтобы терзать его, но над душой моей не имеешь власти, ни ты, ни отец твой, и сатана. После этого Антиох, разгневавшись, произнес, я вижу, что мое долготерпение делает тебя так еще более дерзким. И повелел обуть его в железные сапоги с острыми и длинными гвоздями на подошве, кои пронзали ноги святого. В такой обуви Антиох велел гнать Сергий перед своей колесницей, сам же он ехал в город Тетропильди, откуда должен был отправиться в город Розафу. Претерпевая такие страдания, святой на пути воспевал. Терпя, потерпел Господа, и он услышал меня, и услышал молитву мою, и извел меня от рва страстей, и от брения тины, и поставил меня на камни ноги мои, и устраивал стопы мои. Когда они пришли в город, Тетропильди, которая стояла в Суру в двадцати верстах, мученика повели в темницу, на дороге и к ней он воспевал. Идущие хлеб мой возвеличились на меня и поднял на меня пету мою, поставил сеть ногам моим, но восстань, Господи, в помощь мне, и поставь преграду им, и избавь от нечестивых душу мою. Ночью в темнице, когда мученик молился, явился ему ангел Господи, и исцелил раны его. На другой день антиох приказал вывести из темницы святого Сергия, думая, что от голы он не может и ступить ногами. Увели же еще и узнали, что он идет как совершенно здоровый человек, нисколько даже не хромая. Учитель ужаснулся и сказал, воистину, сеть человек вов, ибо как можно после таких мук ходить не хромая? А он как будто даже никогда и не страдал ногами. После всего антиох велел обык мученика спежа сапоги и вести перед собой дорожаться, а до него от города Сур было расстояние 70 стадий. Здесь, зайдя на судилище, антиох стал принуждать святого Сергия к поклонению идолам, но не мог отторгнуть его от исповедания Христа и осудил мученика на смерть. Когда святого привели за город на место казни, он испросил себе время для молитвы. Во время молитвы он услышал голос с неба, призывавший его в горние обители и с радостью преклонив под меч свою голову скончался. Тело его на том же месте было погребено христианами. Спустя немного времени христиане города Суры уговорились тайно взять из Розафы тело святого и перенести в свой город. Когда же они ночью подходили к гробнице, от гроба показался огненный столб, высотой своей достигавший до самого неба. Некоторые из воинов, живших в Розафе, видев полночь огненный столб, освещавший весь их город, пошли вооруженными к тому месту и видели сурские грозы, набьятых ужасом, при любви этого огненного явления. Вскоре явление чудного столба исчезло. После того сурские граждане поняли, что святый Сергий не хочет оставлять того места, где пролил кровь свою и положил за Христа душу свою. В честь мученика они поставили только на том месте чудную каменную гробницу. По распространению христианства в городе Розафе был выстроен во имя святого мученика Сергия храм. Пятнадцать епископов окрестных городов, собравшись, торжественно перенесли в новосознанную церковь нетленные и благоухающие мощи святого мученика и постановили праздновать память его 7 октября в день его кончины. На том и на другом месте, и в церкви при мощах мученика Сергия, и там, где он скончался и был погребен, многие бесноватые и болящие получали исцеление от недугов своих. Достойно замечания, что каждый год в день памяти святого дикие звери, как бы соблюдая какой-либо закон, выходили из окрестных пустын и собирались на том месте, где сначала был погребен святой мученик. В это время их дикий нрав сменялся кротостью агенцев. Они не нападали ни на людей, ни на скот, но спокойно обходя святое место, снова возвращались в свои пустыни. Так прославил Бог угодника своего, что не только людям, но и зверям, как бы внушал праздновать память его. Молитвами святого Сергия Да укротит Господь ярость врагов наших, как некогда укротил лютость этих диких зверей. Во славу свою, вовеки. Аминь. Богу нашему слава, вовеки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Аминь.